Глава Коткинского сельсовета досрочно уходит в отставку. О своем решении покинуть занимаемую должность Вадим Глухов сообщил сегодня в ходе расширенной губернаторской планерки. Отмечу, что глава поселения отработал на своем посту ровно три года из определенных выборным законодательством пяти лет. Причиной своей отставки Вадим Глухов назвал риск не получить доплату к пенсии. Речь идет о дополнительных гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления. Они определены окружным законом. В зависимости от стажа работы на выборной должности, так называемая доплата к пенсии может составить от 30 до 45% ежемесячного содержания. Условием для назначения такой выплаты является стаж работы на территории округа не менее 12,5 лет и прекращение полномочий по трем основаниям. Одно из них – отставка по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию. 38 лет трудового стажа у меня вместе со службой в вооруженных силах Российской Федерации. Я должен был уйти на пенсию 4 апреля, мне задержали на полгода. Я просто не хочу, чтобы у меня задерживалось еще больше. Просто подошло время пенсии. Я всегда смотрел именно так и говорил, если у кого-то знакомых спросить, о том, что подошло время на пенсию, уходи, дорогу молодым. Я отработал три года, мне не стыдно за отработанное время, меня люди поняли. За последний год это уже второй случай, когда глава сельского муниципалитета в НАУ уходит в отставку по причине, связанной с так называемыми доплатами, предусмотренными для лиц, замещающих выборные должности. В декабре 2016 года добровольно сложил свои полномочия глава Шоинского сельсовета Владимир Коткин. Как отметил глава региона Игорь Кошин, ситуация, когда руководители не дорабатывают срок, который определен выборным законодательством и избирателями, которые связали. Будущее своих населенных пунктов с избранными главами требует серьезного анализа. С бюджета мы тратим деньги опять на доплату к пенсиям, избираем нового главу. И вот эти выборы у нас такой постоянный процесс. Это, конечно, все здорово, и здорово, что у людей есть возможность оформить все свои пенсионные дела. Но мы давайте определимся в целом, что это у нас тогда происходит. 10 сентября на первой сессии вновь избранного Коткинского совета депутатов парламентарии приняли отставку действующего главы и назначили дату новых выборов. Они состоятся 17 декабря. Как сообщил Вадим Глухов, в период с 3 октября, день отставки, и вплоть до выборов нового главы, руководить муниципалитетом будет специалист местной администрации Валентина Безумова. У нее большой опыт работы, почти 17 лет, муниципальные службы. Она прекрасно знает свое дело. У меня очень хорошее впечатление о работе с ней за три года. Она хороший специалист. Будет ли Валентина Безумова баллотироваться на выборы главы Коткинского сельсовета, пока неизвестно. Напомню, выборы главы муниципального образования пройдут 17 декабря текущего года. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.